Чтобы людям напомнить о Боге, потому что это место развратнейшее в интернете. Что ждет этот Содом? Ответить на их вопросы. Засвидетельствовать, что Иисус Христос, Рождество Его только что справили. Он был распятый на кресте, пробитые руки и ноги. И в третий день воскрес. Он наши грехи искупил, и теперь, когда мы просим прощения, Он имеет право простить нам. Чтобы дальше мы жили по заповедям Божьим. Это ощущение, что я тебя перебиваю. Ты зачем сюда залез? Так, я не залез. Я пришел работать, и уже пять месяцев нахожусь здесь. Пять месяцев мы проповедуем. Ушли о вечности. Плохо слышно, у вас далеко микрофон. Видите, что мы пришли в это место разврата, чтобы людям напомнить, что за это ждет людей на суде Божьем из этой книги? Мы свидетельствуем о великой радости, что Иисус Христос, Творец мира, не оставил погибать людей, но умер, был распятый, и воскрес в третий день. И все, кто просит у него прощения, обещаясь никогда к грехам не возвращаться, получают прощение. Поэтому мы пришли с великой радостной вестью, что пришла амнистия от Бога. У вас совсем почти не слышно. Где у вас микрофон-то? Так, видно? Видно-то, видно. Плохо видно, какая-то размытость. А слышно, почти не слышно. Что-то у вас там не ладится. Вы только не отключайтесь сразу. Мы можем поделиться большим сокровищем, которые у нас есть. У нас в Ютубе есть канал. В Ютубе большой канал. 19 тысяч роликов наших. Мы строим деревню православную с нуля. И вы увидите, как идет жизнь в христианской общине. У нас нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. У нас ни одного аборта нету, ни одного развода. Это как в Библии написано, правильно? Где у вас микрофон-то? Что так не слышно-то? Слышно, не слышно. Ну, возьмите его в руки или как-то. Что ж так это? Ну, я с телефона разговариваю. С телефона? Вас очень тихо слышно. Надо громче говорить или как-то звук прибавить. Потому что мы вам будем говорить о важных вещах, а от вас ответы не получим. Он говорит, что будет за гробом? Вот я вопрос вам отвечаю. Об этом говорится Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына Божий, в Иисуса Христа, что Он умер за наши грехи. Бог обещает жизнь вечную, а не верующий в Сына, будет осуждён. Евангелие от Марка, 16 глава, говорится. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. Осуждение – это с дьяволом в огне гореть бесконечно. А спасённые, значит, в Царстве Небесном, в общем, торжестве мира всего, где будут. И мы об этом говорим. Об этом говорится Евангелие от Матфея, 25 глава. Господь говорит так, как одного из бедных накормили, напоили. Это меня накормили, напоили. Он олицетворяет себя с теми, кто здесь на земле, верующий в Него. И Он говорит конца, а другие не приняли. Он говорит, и праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную вместе с дьяволом, в гиену огненную. И мы это ущество, и мы можем сегодня уже определить. И Деяние апостола в 4.12 говорится, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Он умер за наши грехи. За этот грех меня уже нельзя наказать, потому что я попросил прощения, Бог, Сын Божий, меня простил, Иисус Христос. Мы верим в единого Бога в трёх лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Сиди три суть едино. У вас как-то прямо так это плохо. У меня-то сационар. Вот если вы зайдёте на скайп, по скайпу говорить, Игнатий Лапкин, это я, и вы на меня выйдете сразу, и там я могу все ресурсы вам скинуть. У нас огромные ресурсы, просто огромные. Огромные. У томов вышло книг по 752 странице. Вам будет очень интересно ознакомиться с ними. Да ещё семь томов, которые в электронной версии. Понятно. Как вы ещё раз Игнатий? Игнатий Лапкин. Это ключ, ключ. В скайпе. А если в Ютубе Игнатий Лапкин, во свете Библии, вот сейчас даже откройте, и вы увидите, что равных нашему Ютубу нету. Мы предприняли поездку. Игнатий Лапкин во свете Библии. Это канал в Ютубе. Прямо ничего не слышно. Что ж такое-то? Богом они всегда кверху идут. А без Бога всё вниз идёт. Вот и дела. Без Бога всё безобразие. Блуд, лукавство, убийство, воровство, ложь. А когда человек живёт по заповедям Божьим, у него всё по-другому. У него врагов нету. Он всем помогает. И мы пришли с радостной вестью, что Христос умер за грехи людей и воскрес третий день по Писанию. Много. Четыре человека. Рассказать людям о Боге, о вечности. Где человек будет? Чтобы люди читали эту священную книгу, которая даёт ответ на все вопросы. Где человек будет после смерти? В аду или в раю? У нас большие ресурсы есть. В Ютубе канал называется «Во свете Библия». Игнатий Лапкин. Нашему каналу нет равных. У нас 19 тысяч роликов наших. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас ни одного аборта нет, ни одного развода. И всё делаем сами. Храм, школу за свои средства. Дороги. Всё сами делаем. Правителей не ругаем. Хоть заругайся, толку-то нету. Путин виноват. А я должен сказать, виноват я. Вот это конструктивная программа. Мы молимся за всех правителей, за всё, что совершается. Так нам Библия об этом говорит. Молитесь за старей за начальствующих. Вот у вас, если вопросы какие-то будут, вы можете задать о душе, о вечности. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Вот канал, откройте такой. В Ютубе. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Открывается? А ну, посмотри. У нас огромные материалы. Огромные просто. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Не, просто ссылку просто у меня так не заходит. Не подходит, да? Ну, себе запиши, когда-нибудь откроешь. Кто по скайпу зайдёт, скайп, такая система есть. Там мы уже друг друга видим. Я могу скинуть. Сайт у нас есть, форум, mail.ru. Все ресурсы у нас есть. Какое у нас было путешествие. У меня вышло 38 томов книг. Я вёл занятия в пяти университетах. Вопросы студенты задавали. И теперь мы сделали это достоянием людей через книги. Всё это напечатано. И вот мы живём в Барнауле, Алтайский край. Знаешь, где это? Не знаешь, да? А город Новосибирск слышал такой? Не знаешь Новосибирска? Я знаю. Я не пойму. Знаете, да? Да, да, да. Ну, а южнее, это наш край Алтайский. Это жительница Сибири. Тут очень богатые земли, бескрайние просторы для пшеницы, подсолнечника, свёклы, гречки. Жительница, это означает, наш край кормит половину страны, наверное. И вот мы взяли землю, получили, и строим православную деревню. Где нельзя ни пить, ни курить, ни материться. Живут люди, как одна семья. Это же здорово. Вот служба идёт. Мы православные христиане, мы молимся. У нас храм есть, сами построили. Храм, школу построили. Вот если зайдёте, ну, видишь, я не мог зайти, это, конечно, хуже. И в скайпе, там Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией. И там я могу все ресурсы скинуть. А вы просто не можете... Так, у вас микрофон где-то далеко. Вы не можете с опуски. Как-то потихоньку, не быстро говорите, сейчас я не разберу. Просто можете сейчас зайти в ВК, ой, не в ВК, а в Ютуб просто. Ваш этот канал, это, как сказать, скопирует и ссылку... Ну, да, пожалуйста. Вы говорите, что можно не откопировать то, что мы сделали? Нет, просто вы можете, если у вас есть канал, просто вы можете зайти, просто скопировать и мне там отправить просто... Ну, здесь никак нельзя ничего сделать. Это по скайпу только можно. У нас очень большие ресурсы. Очень большие. Если есть вопросы о душе, о вечности, для чего человек родился, для чего он живет, вы можете этот вопрос задать. Так, вопросы какие-то есть? Ну, есть. А зачем человек нужен вообще? Что-то я так еще не пойму. Вы еще раз скажите. Зачем человек нужен вообще? Какой-то звук-то неопределенный такой, так, бу-бу-бу. Зачем человек нужен? Как встретиться, встретиться, да? Ну, вот я сказал фамилию и имя, так через это можете меня в скайпе найти. Что-то как-то плохо бывает, интернет то зависнет, то еще что-то. У кого плохо-то, я не знаю. У меня заказчика идет. Может, это мешает? Ну, да, мешает. Потому что, видите, не каждому это удается. Вот я вел занятия одновременно в 13 школах, 5 университетов. Во всех отделах милиции, воинских частях. То есть, передо мной миллионная аудитория. Вот у нас небольшой этот, как бы, подписчиков 44 тысячи, а общий просмотр 45 миллионов. Я отвечаю на вопросы студентам, школьникам, тредо, программы вёл. Вот если желаете узнать свое имя, как оно переводится, знаете как? Как вас звать-то? Влад. А? Влад. И считает, настолько плохо, и то ли я виноват, то ли. А ну-ка, напишите. Я сейчас вам покажу. И это... А, Влад. Это, как же, Владислав, да? Ну, это славянское имя. Владеть славой, которую Бог дал, не обольщаться временным. Для вечности. Влад это сокращенно. Владислав это полное имя, да? Ну, да. Ну, вот тогда так. Так, Влада, Владей, слава, слава по-русски. Но этих имён-то славянских у нас очень мало. Ну, не больше шести. А все имена греческие, еврейские. Говорят, да как, русский Иван и Мария. Иван и Мария, это два имени, еврейские имя. Это имена-то еврейские. Вот я, Игнатий, с греческого означает неизвестный, незнакомый. А отец у меня Тихон. А Тихон означает «приносящий счастье». Два слова. Я должен таким быть, как приносить счастье людям, помогать нуждающимся. То есть даже от своего имени делать, если объяснение, то тоже много можно сделать, если ты веришь, что это так, от Бога. Никаких вопросов больше нету? Ну, смотри. Если запомни Игнатий Лапкин, во «Святи Библии» зайдёшь на Ютуб, и там тоже можно получить ответ. Только напомнить, когда напишите, скажи, мы разговаривали в чат-рулетке, и запомнить Игнатий Лапкин. Дело в том, что вот сегодня мы поговорим, а этот ролик уйдёт уже далёко дальше, потому что мы ставим не один ролик в день. Потому что сейчас озвучивают мои вопросы, ответы студентам. То есть равных по величине и по стоимости нету. Вот если зайдёте на сайт, через гугл, сайт Игнатий Лапкин, там все наши книги, фильмы государственные, тогда снимали на такие бобины. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Это вообще главный приз. Документальные фильмы называют «Пречувствие». Ну ладно, Владислав, Владик, всё-то да. Запомни это, Игнатий Лапкин. По скайпу меня сразу найдёшь. Да благословит тебя Господь. Тебе сколько лет-то? Четыре, сколько пятнадцать. Сын, ну ты ещё несовершеннолетний. Я тебе могу кое-что подсказать. Никогда никому ни в машину не садись, ни в дом не заходи. Везде воруй детей. Береги себя. Пойдёшь куда, подойди к родителям и скажи «Благословите меня». Три поклона и иди никого не бойся. Перекрести впереди себя. Вся сатанинская фальшь, чернота исчезнет. Никому в дом не заходи, запомни, сынок. Сколько детей потерялось. Речь идёт о сотнях, о тысячах. А их там в морозилках уже отправляют на органы. В Китае везде печень, у кого берут, уже мёртвых. Они, чтобы не испортились, показывают матери. А поймали китайцев-то? А они разгребают лёд-то. А сын её потерялся, он лежит как живой-то. А китайцев этих пинают и бьют. А там допрашивают и говорят «А куда вы деваете, когда органы возьмёте?» «Куда?» «Съедаем» и всё. Никому не заходи. Побыл, где поучился, и скорее домой. Если знаешь друга, хорошо. И никому не заходить, в машину не садись, да и один вообще по городу не ходи. Пошёл с кем? С братом, с отцом, с матерью. Береги себя. Мне 81-й год. Я тебе много могу подсказать. Сколько я пережил, что было. Я работал в органах МВД. Я знаю всю эту лавочку преступность. Прорабом работал. Я моряк, на море плавал учился. Я расскажу тебе очень многое полезного. Как верующим быть. Как настоящих друзей выбирать. Ну да благословить тебя, Господь, с Богом. Я отошёл. Всё. Всё.